В Нерингринском районе прошел съезд экологов. Участие приняли представители горнодобывающих компаний. Подробнее Галина Якимчак. В ходе заседания были рассмотрены программы работы промышленных предприятий, освоение ими средств на нужды охраны природы за 2016 год и бюджет на 2017 год. Первыми докладчиками по традиции явились угледобывающие компании. Посредством производственного экологического контроля постоянно ведутся наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе регулярно проводится отбор проб почвы, воздуха, воды. Производственный экологический контроль проводится на всех структурных подразделениях предприятий, включая в себя выполнение предохранных мероприятий, предписания и рекомендации специально полномоченных государственных органов. Отметим, что промышленные предприятия Нерингринского района крайне серьезно относятся к требованиям законодательства об охране природы и руководство района претензий к ним фактически не имеет. Налеко не нет. Мы уже открытие ГУДО экологии проводили. Собирали на открытие ГУДО все вышеназванные предприятия. Они с пониманием отнеслись к тем проблемам, которые в районе существуют. И мы плодотворно совместно с ними работаем над теми проблемами, которые у нас есть. Основными темами мероприятия стали обращения с отходами производства потребления и общественный экологический контроль. В ходе мероприятия все участники смогли задать все интересующие вопросы и внести свои предложения в улучшение экологической безопасности Нерингринского района. Это предварительное заседание, так как со 2 по 7 апреля в городе Якутске состоится второй съезд экологов Якутии. Первый съезд проводился 22 года назад. Так как это год экологии и знаменательная дата, поэтому будет проводиться второй съезд. В итоге заседание экологи обобщили предложения присутствующих в СИАНИ будут внесены в резолюцию 2-го съезда экологов столицы республики, а в дальнейшем отправятся на рассмотрение в правительство и Министерство охраны природы Якутии. Галина Якимчак, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингрин.